Всем привет, с вами снова я, Дима Кэш. Видит бог, я не хотел снимать это видео. Но я, как всегда, читал ваши комментарии. Я читаю абсолютно все комментарии. И наткнулся на комментарии, которые я точно не хотел прочитать. Прочитайте фанфик ФФ про Ильназа на вотпаде. Я даже не знаю, как это комментировать. Какое это по счету? Пятое, шестое видео, которое я начинаю именно про... Дети в ТикТоке создают не только фан-аккаунты. Этому убийце. Они создают еще и фанфики. Пишут. И я сегодня узнал, что такое вотпад. Если вы не знаете, честно, лучше вам не знать, что такое вотпад. Лучше живите своей обычной жизнью. Сука. Знакомство. Фанфик про Ильназа на вотпаде. Ты обычная девушка. Живешь в Казани. Учишься в гимназии 175. Живешь ты недалеко. Тебе пройти пару улиц, и ты уже возле гимназии. Учишься ты на третьем этаже в девятом классе. У тебя есть мама, папа и старшая сестра. Ильназ это убийца, который со временем устроит теракт в гимназии, где учишься ты. Надеюсь, вам понравится. Мне уже нравится. Я просто, блядь. Извините меня. Извините. Я для меня до сих пор в этом мире что-то идет не так. Я не понимаю, как можно писать фанфики про... Я просто не знаю. Извините меня, конечно, что я снимаю это видео, но это дико интересно. Это дико интересно. Это как зайти в Даркнет и посмотреть что-то запрещенное, также читать этот фанфик. Это что-то... Если меня Роскомнадзор смотрит... Пиздец. Можете заблокировать это видео. Я не против. Хотя бы будет на чем дальше похайпиться. Я сниму видео, что Роскомнадзор заблокировал видео, где я читаю фанфик про убийцу. Ты спокойно спала. Как тут звенит громкий будильник. Ты еле как его включила. Время 6.25. Ты встала и пошла в ванную. Сделала водные процедуры. Спустилась вниз. Мама. Ты, папа, сестра. А, сестра. П, ты, М. Доброе утро, мама говорит. Ты, доброе утро, мам. Мама, садись. Я приготовила твою любимую яичницу. Спасибо тебе, мам. Через 15 минут ты покушала. Начала собираться в школу. Ты успела повторить некоторый материал. Ты собрала портфель. Начала одеваться. Так как в школе форма у вас свободная, ты оделась так. Прикид модный. Прямо с инстаграма. Ты особо не красилась. Нанесла блеск для губ. Ты слегка накрасила глаза. Ты просто выпрямила волосы. Так как времени было мало, чтобы заморачиваться над прической. Ты попрощалась с мамой. Папа был в командировке. Вот ты уже вышла с дома и направилась в школу. Первым уроком у вас была геометрия. Учителя по ней все не любили. Ты дошла до гимназии. Я поздоровалась со всеми. Села на свободное место. Начался урок. Он был скучным. Ну что поделаешь. Через некоторое... Уже урок подходит к концу. Вы записали домашнее задание и вышли на перемену. Следующим уроком был английский язык. Через 10 минут... Прозвенел звонок. И вы пошли на урок. Пов или нас? Я пошел в гимназию. Посмотрел расписание. Второй урок начинается в 8.40. Самое подходящее время для моей мести. Я бог. Я уничтожу весь биомусор. Блять. И мне вот просто... Я не знаю. У меня улыбка почему-то лезет на лицо от того, насколько, блять, это тупо. Пов закончен. Начался урок английского. Прошло полурока. Как тут директор? По громкоговорителю просят всех запереть кабинеты и спрятаться под парты. У всех началась паника. Была слышна стрельба на первом этаже. После убийца поднялся на третий этаж, где мы и находились. Все начали писать родителям, как они их любят. Просят простить. Убийца дергал ручки. Мы забыли закрыть кабинет, как тут он врывается к нам. Учительница английского заградила с собой ученика. В итоге погибла. Убийца начал стрельбу. Я вот только сейчас подумал, что это идеальный контент, знаете, для какой-нибудь Карины Аркелян. Если бы она читала этот фанфик, как страшилку, страшную историю на ночь, идеально бы получилось. Она просто жаловалась, что у нее упал актив. Карина, бери на вооружение. Убийца начал стрельбу. Ты вылезла из-под парты и стала рыдать, думая, что тебя застрелят. Говоря при этом убийце. Что же ты делаешь? Зачем? Ведь ты такой красивый. Ладно, без этого было. Убийца остановился и перестал стрелять. Он подошел ко мне, крепко обнял и сказал. Я не убью тебя, заяц. Блять, какой... Где мой спрей от Кринджа? Я не знаю, я его забыл. Похоже, от Кринджа сегодня не избавится. Я понял, что сделал. Мне стало жалко тебя. Прости. Ты давай убежим. Потому что ты тупая пизда, которая убежит с обычным, по сути, татарином. Вот извините меня. Я молчал, долго молчал. Но извините, у него обычная внешность. Вы открыли окно и прыгнули. Хорошо, что удачно. Ты решил убежать, как тут Ильнас остановился. Эй, ты чего? Мы справимся. Бежим, прошу тебя. Не бросай. И прости, я должен сдаться, заяц. Так будет лучше. Прости. Пиздец, блять, пиздец. Полиция подошла и увела его. Ты начала плакать. Ведь ты хотела его спасти, потому что у тебя синдром спасательницы. Ох уж этот русский менталитет. Синдром спасателя. Русская женщина, она спасет всех. Чикатило. Этого Ильназа. Скопинского маньяка. Сидя у него в подвале 40 лет. Она его спасет. Она его переделает. Я не знаю, извините, если это не только русских женщин касается. Но вот почему-то мне кажется, что менталитет есть такой, да? У нас какая-то черта. Вот часто я это замечаю. Синдром спасателя. Я его спасу. Я его исправлю. И вот это вот нифига необычный фанфик. Многие девочки, которые его романтизировали, они ведь реально так думают, что они его спасут. Ты решила позвонить маме. Сказать, что с тобой все хорошо. Вы поговорили, ты пошла домой. Дома. О боже, дочь, ты вернулась. Я волновалась, услышав эту трагедию. Ты. Все хорошо, мам. Ты подошла и крепко обняла маму. После чего ты решила рассказать все происшествие. Через 4 дня у Ильназа будет суд. Ты решила пойти. Все эти дни, часы, минуты тебе не давали покоя. Ты думала о нем. Время 18.34. Мама позвала тебя ужинать. Твой ужин? Конечно же, пицца пепперони. Твой ужин? Сядь и поешь нормально. Ты села, покушала вместе с мамой. Начала собираться, чтобы лечь спать. Умылась. Нанесла маску. Коснут и готова. Завтра суд. Нужно быть там в 11.20. Бля, какой пиздец. Спред кринжа. Ну, куда он запропастился? Ты зашла, села на свободное место. Суд начался. Было много людей. И вот ты видишь, Ильназа в наручниках. К нему еще прикрепили двух полицейских. Зачем? Наконец-то его увидела. Ты хотела его обнять, но... Это запрещено. Он искал кого-то глазами. На вопросы в суде он не отвечал. И вдруг его взгляд падает на себя. Девочки, сделаем вид, что он посмотрел на вас. Другой фотки не нашла. Суд прошел. Все клонились к решению, что... Блядь, 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 блядь. Ильназа посадят под арест на четыре месяца. До выяснения обстоятельств. Все разошлись. Ты осталась. Попросила главного чела этого суда поговорить с Ильназом. Главного чела этого суда. Прокурора. Попросила прокурора поговорить с Ильназом. Или с судью. Я не знаю, кто там главный чел. Прокурор или судья. Несмотря на то, что он убийца, тебе стало его жалко. А-а-а. А-а-а. Ты и что же ты натворил? Зачем ты так? Меня довели, Ильназ говорит. А вообще нас было двое. И похоже, я был под чем-то. Он меня подставил. Сам сбежал. А мне внушил выйти через главный вход. Оказывается. Ребята, вот тут мы выясняем через какой-то фанфик, что Ильназ-то вообще не виноват. А что он просто был под чем-то, его подставили. Вот это да. А почему ты тогда молчал на суде? Мог бы рассказать всю ситуацию. Ильназ. Я не против, чтобы меня арестовали. Я пытался убить себя. Перегрызть артерию. Автор не помнит. Вроде так. Перегрызть артерию? Перегрызть артерию? Но у меня не вышло. Ты, не надо, прошу. Его поймают и тебя выпустят. Я тебе обещаю. Ты же не виновен. Они не должны держать тебя под арестом. Ильназ. Я понимаю, но лучше будет, если меня закроют здесь на пожизненно. Конечно, блять, лучше. Конечно, лучше, сука. То есть не говори ерунду. Ладно, мне пора. Ты держись тут. Ты сильный. Ты справишься. А вообще, зачем ты ввязался в это дело? Тебе всего 19 лет. Ты красивый. Нашел бы девушку, которая любила тебя. Да. Вот, наконец-то, правильные вещи. Зачем ты ввязался в это дело? Тот же вопрос надо задать Скопинскому маньяку, Ангарскому маньяку, Адольфу Гитлеру, Дьяволу. Зачем ты ввязался в это дело, Дьявол? Ты же такой красивый. У тебя такие рога прикольные. Глава получилась неинтересная. У автора закончилась фантазия. У автора мозгов-то и не было. Причем тут даже вот фантазия. Но завтра я исправлюсь и попытаюсь сделать более интереснее. Давайте комментарии. Кринж. Не против ФФС ним. Просто писать это не твое. Поните. Ну да. И вот уже прошло несколько дней. Ты смотрела эфир с присутствием Ильназа. Его закидывали вопросами. Но он не отвечал. Просто рассматривал всех людей. Потом тебе стало интересно. Ильназ сказал тебе, что их было двое. Но помешанно в этом один. Ты решила разобраться. Зашла в ТикТок. Поскринила пару видео с фотками Ильназа и человека в маске. Бог. Стала рассуждать. Взяла ты вот эти фотографии. Подожди. Это же один и тот же человек. Или нет? Человек в маске. Это же он. Тебе было очень интересно узнать всю правду. Ты стала сравнивать. Прическа не одинаковая. Но он мог завязать резинкой. Брови. Вроде разницы нет. На глаза ты не обратила внимания. Но тут ты вспоминаешь видео возле своей гимназии. Там был этот убийца. Заходил в кабинеты и стрелял. После восьми минут нахождения в школе убийца. Вышел со школы. С поднятыми руками. И тут ты поняла. Что вышел он в обычной черной кофте. А в самой гимназии он был в бронежилете. С двумя рюкзаками полными патронов. Тебе данная ситуация показалась странной. Ты решила думать дальше. Блять. Пов Ильназ. Слушайте ребят. У вас не будет телефона. Позвонить. Полицейский. Да сейчас. Ильназа выпустили с камеры. Он также был в наручниках. Нашел бумажечку с твоим номером. Набрал. И стал ждать ответа. Простись за качество видео с тикток. Мысли. Ну же. Тишка. Возьми трубку. Пов окончен. Ты услышала как тебе звонят. Ты берешь телефон. Видишь неизвестный номер. Ты недолго думала и взяла. Алло. Тишка. Ты взяла трубку. Привет. Ильназ. Ты. А кто еще? По голосу не узнал. Ой. Прости. Привет. Как ты там? Слушай. Я поняла что теракт сделан. Сделал не ты. Ого. А я даже и не помню. Ты. Давай я привезу тебе домашние еды. Заодно и поговорим. И ты покушаешь. Было бы неплохо. Что ты хочешь? Давай на твой выбор. Главное что сама Тишка принесет мне покушать. Ладно. Пока завтра приеду. Пока. У меня прям уже стояк девочки. У меня стояк на Ильназа. Разговор закончен. Ура. Он мне позвонил. Ты пошла к маме рассказать всю ситуацию. Ты что-то хотела? Да мам. Я слушаю. Ты рассказала про то какой Ильназ хороший и добрый парень. Это твое решение. Я тебя поддержу. Помогу приготовить еду для Ильназа. Спасибо мам. Ты лучше. Ого. Мне бы такую мать. Узнала что я дружу с террористом. И такая типа. Ничего. Я тебя поддержу. Только и даже помогу. Отдайте мне такую мать. Это прям то что я хотел сказать. Но просто у меня в голове. Блять. Сейчас не представляете что творится. Время 7.24. Ты проснулась от того что мама громко разговаривала по телефону. Ты. Мам. Можно потише? Ой. Прости. Ты уже не смогла заснуть. Поэтому решила вставать. Сделала все водные процедуры. Покушала. Решила позависать в тиктоке. Все реки были про трагедию в Казани. Ты пролистывала. Ты наткнулась на очень интересное видео. Мне кажется Эльназа подставил именно этот чел. Да еще когда я рассказывал про Эльназа. У него. Вам он никого не напоминает. Это. Блять. Намек. Что не этот убил всех. А вот этот вот. Вот этот напоминает вот этого. Видео рассказывало что он знал Эльназа. У него дрожал голос. И бегали глаза. Тут сразу кажется что-то подозрительное. Ты решила сохранить это видео в избранное. После чего ты стала собираться к Эльназу. Оделась ты в Бёрборис. Накрасилась. Ты не слишком ярко. Ты начала собирать еду, которую отвезешь. Вкусняшки, котлетки. Блять. Продолжать вообще я не знаю. Продолжать вообще это. Просто я не могу. Где? Где? Вот давайте просто пропущу. Я просто не могу уже серьезно читать. Значит ты была особенной. Ты помогла Эльназу разобраться в себе. И вытолкнуть из его головы мысль о самоубийстве. Ты собралась и поехала домой. Дома тебя ждала мама. Привет. Ну как все прошло? Все хорошо. Я отдала еду. Мы поговорили. Он меня поблагодарил. И я уехала. Молодец. Пошли кушать. Пошли. У автора закончились идеи. Я не знаю что писать дальше в этом ФФ. Посоветуйте что написать. И... Блять. Я не могу. Здесь я так понимаю его отпускают. Она знала что Эльназа отпустит. Ты понимала... Не понимала своих чувств к нему. Может она даже влюбилась. И вот настал тот день когда суд разъяснил всю ситуацию. Оказалось поймали. Не того. Шок. Поймали не того. Ура. Я так и знала что он не виновен. А ту мразь которая сделала это посадит на пожизненно. Ты очень радостно и пошла рассказывать маме все происходящее на эфире. Я рада что его отпустят. Поверь я тоже. На следующий день Эльназ был полностью свободен. И ты поехала его встречать. Оделась ты простенько. Ты решила сильно не краситься. Ты попрощалась с мамой и вышла из дома. Мысли. Ура. Я наконец-то увижусь с Эльназом. Я так рада. Как всегда ты вызвала такси и поехала в отдел где был Эльназ. По дороге ты ему позвонила. Полицейский соединил тебя с ним. Вы пообщались. Ты сказала что заберешь его. Все когда Эльназ в курсе дела можно со спокойной душой ехать к нему мысли. Я так хочу его обнять. Расставить в его объятиях. Блядь честно ребят у меня уже голова кругом. Я не могу это читать. Я просто не могу там просто. Блядь вы пошли к тебе в комнату выбрали фильм куклы Аннабель. Тебя что-то резко потянуло на ужастик. А тебе не страшно будет тишка Эльназ тебе говорит. Да нет сказала она неуверенным тоном. Вы взяли вкусняшек, напитков. В общем все что нашли дом. Выглядело это так. Две шоколадки Милка, Твикс, Биг Боб, две пачки орешков и какая-то еще херня. Какие-то печеньки или что это чипсы я не знаю. Эльназ такой просто после расстрела детей. Вкусняшек сидит есть вкусняшки и смотрит куклы Аннабель. Пиццу кушаете. Что еще нужно для счастья? Террорист, пицца и две шоколадки. Вы начали смотреть, вдруг тебе становится страшно. Ты прижалась к Эльназу. Ведь других парней-то больше блять нету. Кроме террориста Эльназа. Ладно. Кто-то говорит, что он не террорист, а просто убийца. Окей. Оф Эльназа. Господи, она такая милая. Мне кажется, я влюбился. Ее аромат волос такой приятный. Я когда она прижалась, я вообще расставил от милоты. В общем, нужно ей признаться в любви. Или застрелить. Эльназ подошел и крепко обнял тебя. После чего вы пошли вниз рассказать маме. Вы надеялись, что она не будет против. Когда вы рассказали, она очень обрадовалась. Ведь она хотела, чтобы вы были вместе. Любая мать хочет, чтобы ее дочь была вместе с убийцей девятерых детей. Любая мать мечтает о таком зятьке. Да. 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 Время было 23.47. Вы пошли спать. Спали вы на одной кровати в обнимку. Блять, это не конец? Это не конец? Это не законченный фанфик. Там еще какое-то продолжение она пишет. Давайте комментарии почитаем. А, это просто идеал. Просто я умираю от милоты. Как я хочу обнять его в реале? Блять. Это комментарий на фанфик. То есть... А, нет. Вот заключительная часть. Сука. Этого бога поймали. Ему дается пожизненное заключение. Ну а вы с льназом счастливы. Любите друг друга. Ходите гулять за ручку. В объятиях ты чувствуешь себя под защитой. Пока есть он, тебя никто пальцем не тронет. Ты очень рада, что его отпустили. И вы встречаетесь. С твоей мамой не против. 1 сентября вы снова пошли в эту гимназию. В том числе и ты. Несмотря на трагедию, школу смогли восстановить. Ваши отношения вряд ли смогут разрушить. Ведь они настолько крепкие. И, конечно же, у этой истории счастливый конец. Через 3 года отношений вы поженились. У вас родилась прекрасная дочь. Имя придумаете. Несмотря на болезни Ильназа, вы счастливы. Вы смогли их победить. Это шикарно. Давай 18+. Про Ильназа. Можно жесткий. ФФ прям шоп. БДСМ тоже было 18+. Хочу. Блин, можно какую-то про него еще историю. Но нигде он типа мылей, а грубый. Можно 18+. Про Ильназа. Когда будет новый ФФ? Блять, ребят. Все. Мой мир сегодня окончательно перевернулся. Я понял, что надо уже розовые очки снять. И что вообще для детей, вот дети, которые пишут это для них, они не понимают, в принципе, поступков, которые совершают эти люди. Романтизируют их официально. И возможно, я что не понимаю. Возможно, ну типа срать. Они такие, срать, что он убийца. Все равно напишем про него фанфик, потому что он красивый. И это как бы разделение мягкого и теплого. Пытаюсь просто понять. Но не могу! У меня на этом все. Увидимся с вами завтра. Пиздец. В следующем видео.